Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, он лежит в плоскости между православным и римно-католическим исповеданиям. Вопрос такой, является ли апостол Петр камнем, на котором основывается Церковь? И мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 16 глава, 18 стих. Я прочитаю этот текст. «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Казалось бы, здесь все говорится однозначно, но в то же время, если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 21-42, то здесь находим такие слова. «Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа и есть дивно в очах наших». Здесь камнем называется сам Христос, «Которого отвергли строители, то есть народ иудейский, которые участвовали в домостроительстве Божьем, но потом уклонились от него». Также мы находим в первом послании Петра, 2 глава, 6 по 8 стих, опять же слова о Христе. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Понятно, что речь идет о Христе, а не об апостоле Петре, в которого якобы надо веровать. Конечно, нет. Мы верим прежде всего во Христа. И Петр продолжает, сам Петр, «Итак Он, то есть Христос, для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Здесь сам Петр свидетельствует о том, что камень, основание церкви – это прежде всего Христос. И святитель Василий Великий пишет, это его работа против эвномия, «Писание не стыдится называть Господа славы и секирой, и камнем краеугольным, и камнем преткновения, и камнем соблазна, и другими подобными наименованиями, в которых немного чести, по мнению людей, не постигших знамения имен, но нигде не именует его, то есть Христа, Писание творением». Конец цитаты. Подобно и «Беда достопочтенный» – это его трактат о семи кафолических посланиях. Он пишет, «Петр утверждает, что Господь, Спаситель, называется пророками камнем вследствие своей твердости». Так в чем же проблема? Почему сам Христос называет апостола Петра камнем? Давайте вспомним контекст этих событий. Прочитаем Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 по 18 стих. Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня, Симон же Петр?» Отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах». И далее, «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Что у нас получается? Блаженный Августин настаивает на том, что церковь все-таки созидается не на человеке Петре, но на исповедание Петра, на вере Петра во Христа, как в Сына Божия и Мессию. Но эту веру Петр исповедует от лица всех апостолов, потому что Христос не ему, Петру, только задал вопрос, а он спросил, «А вы, не ты, а вы за кого почитаете меня?» И Петр выразил веру апостолов. Блаженный Феофилакт Болгарский, согласно с Августином, учит, «Петр исповедовал его, то есть Христа, Сыном Божиим. Сие это исповедание, которое ты исповедал, говорит он Петру, как бы, и будет основанием верующих. Посему всякий, намеревающийся устроить здание веры, должен положить в основание это исповедание». Конец цитаты. То есть сам Христос, вера во Христа, как в Сына Божия, то есть в Бога и в Мессию, и есть основание церкви. И более того, с точки зрения блаженного Августина, верх кочунственного безумия считать, что у церкви, может быть, у церкви невесты, может быть другой глава, жених. Августин пишет, «Жених, готовый отойти, то есть перед Вознесением на небо, поручил невесту свою друзьям своим, то есть апостолам, не для того, чтобы она, то есть церковь, возлюбила кого-либо из них, но чтобы осталась верной единому своему жениху. Они же только друзья его, защищают горячо и не потерпят со стороны церкви преступной любовью». Здесь мы видим, что преступной любовью блаженный Августин, западный отец, он называет ту ситуацию, если церковь полюбит кого-то наравне со Христом или, минуя Христа, больше, чем самого Сына Божия. Это очевидная истина. Конечно, у древних отцов мы можем найти позиции по этому вопросу более близкие к католической церкви, но есть у отцов и позиции, в частности, у блаженного Августина, которые ближе к православному, христианско-восточному видению этого вопроса. Для нас главное всегда найти золотую середину и, отталкиваясь от нее, то есть, идя по этому срединному царскому пути, предложить правильное исповедание веры. Друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо вас, Господь! Спасибо. 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 Спасибо.